Партнер борцовского клуба, инженеринговая компания, век высоких технологий. Всем привет, мы на чемпионате страны по самбо и боевому самбо. Он сделал серьезную ошибку. Бросай его, не надо головой, блин! Куда? Да не надо зарубаться! Упоздай за ковер! Сейчас подсекать будет аккуратно. Да не, не, я понимаю. Я сам с собой боролся. Дави, дави, дави! Время мало! Ты не в полуфинале даже. Еще только начало, да. Дави! Делай! Да! Есть! Есть! Двоим спортсменам борцовского клуба предстоит здесь сражаться. Для этого мы приехали в город Оренбург. Оренбург расположен в Южном Придурале, на реке Урал. На мосту, через реку, стоит символический знак. Граница между Европой и Азией. Город основан в 1743 году. Архитектура некоторых зданий сохранилась с тех времен. Население Оренбурга на сегодняшний день чуть более 500 тысяч человек. В Оренбурге закончил летное училище Юрий Гагарин. Это первый человек в мировой истории, совершивший полет в космическое пространство. Сам герой Советского Союза любил повторять, что именно Оренбург дал ему крылья. Именем героя тут названы проспект, площадь и памятник. Формат самбо и боевого самбо это один из сложнейших форматов. Здесь для того, чтобы стать чемпионом, нужно победить всех возможных претендентов, заявленных весовой категории. За один день. Никита Северов не так давно попал в борцовский клуб. Уже успел себя зарекомендовать. Он имеет базу самбиста. Он мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо. Но это было давно. Там обстоятельства определенные были, о которых мы расскажем чуть позже. Очень серьезные обстоятельства, где он был просто лишен возможности какого-либо вообще спорта. И сейчас он набирает обороты. Он хочет сделать карьеру в ММА. И любительские поединки это сопутствующее. Для того, чтобы дыхалку наладить, пройти адреналин, испытать на себе. И это зарплата. Спортсмены, когда начинают карьеру, они, как правило, либо работают где-то и еле-еле удивляют внимание спорту. Либо не работают, но тогда живут на заработке. Если он попадет в сборную России по самбо и выиграет чемпионат мира, то это будет зарплата в течение года. Хорошая зарплата. Это для семьи нужно и для него дальнейшей карьеры. Он показывает несгибаемый характер. Даже когда сил нету, он все равно вырывает победы. Даже за секунды до окончания встречи, когда он чисто их проигрывает. И этот характер закаляется вот в этих поединках. Это нужно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Первая схватка на чемпионате России, она всегда самая сложная. Никита выиграл за явным преимуществом. Некоторые движения делал идеально, входил хорошо, а некоторые как бы, ну, дотягивал. Это как бы, ну, не очень хорошо для его самбо. То есть есть над чем говорить. Но прогресс есть. Он как бы физически как бы где-то дотянул, а где-то именно техникой. И вот где техника, там я хвалю. Во-первых, он через голову сделал, в темп. Он в темп сделал, и поэтому легко брошок. Следующим же не удался, потому что он уже делал его именно без вот этого раздергивания. И проход в ноги был хороший, когда в темп, когда отвлекал его руками. Боевое самбо – это очень популярный в России вид спорта. Это близкое к боям без правил, к ММА. Сейчас самбо – велико временный олимпийский вид спорта. Возможно, что в ближайших олимпиадах он начнет действовать как олимпийский вид. Если так, то это большой престиж этого спорта вырастет в мире. И вот сейчас есть возможность у Никиты попасть в сборную страны. Он выиграл чемпионат Санкт-Петербурга. Ворвался в сборную Санкт-Петербурга по самбо. Теперь ему предстоит попробовать войти в сборную России. В первом бою Никита проявил себя правильно. И учитывая уровень соперника и то, что он менял стойки, он как раз успевал адаптироваться и сделал все правильно. Но во втором бою он сделал серьезную ошибку. Пораздергиваю, не надо без подготовки влетать. Бросай его, не надо головой, блин! Да не надо зарубаться! Бросай! Оп! Через голову! Оп! Через себя! Оп! Да! Колени просунь, колени! Считают удержание? Колено! Колени! Колени! Вот, держи ногами его! Держи ногами! Однадцать его! Зацепи! Оп! Хорошо! Хорошо! В этом поединке Никита вытянул бой за счет двух контрприемов, двух зацепов изнутри. Хотя изначально делал прием его соперник, но за счет того, что он зацепил его изнутри своей ногой, он сделал контрприем. И соперник упал на спину. Хочу отметить, что бросок на спину оценивается как 4 балла. Два раза по 4 балла, это 8. Разрыв 8 очков, это чистая победа. Система оценок такая в самбо. На спину 4 балла, на бок 2 балла, на таз балл, на плечо, на грудь тоже по баллу. И таким образом суммируется. Если делаешь бросок и остаешься в стойке, соперник падает на спину, то это чистая победа сразу. Тяжело удалось. Капец. Почему? Ты стоял и очень без подготовки влетал в этот раз. Первый раз ты даже лучше работал. Да, это мой большой. Ну, понимаешь, вот этот парень дерево, качок, чисто качок. Он просто вот так вот стоит, как камень, а ты его не расшатал. Ты бы его расстреливал, 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 а потом только влетал. А ты просто без подготовки. А силы, ты хотел силы на силу. Тебе надо было его раздергивать, раздергивать. Раздергивать, раздергивать. Потом, потом... Даже на городе я нормально разбивал, кто-то возьмёт головой, всё. Ну, ты заморозился, может, засиделись пока. Может, ночь не спали, вот, перевёлся. Может быть, но сейчас должна быть лучше схватка. Давайте посмотрим, он в красном. Красный – это такой, постоянно побеждает парень, основной претендент. В третьем бою нас ожидал очень серьёзный соперник. Аккуратно, смотри, работай. Видишь, как, 4 балла. Вот он заувлёкся, начал там вот так вот работать. Увлёкся. Аккуратно тоже с этим надо. Ты можешь её посадить, потому что он в корпусе не очень. Он делает спину, и это у него типа передняя. У него типа передняя спина, но тебя он не сделает этим приёмом. Ты хорошо стоишь в этом захвате. Ты можешь зашагивание сделать ему спокойно. Ну, кстати говоря, через голову он тоже может слететь. Вот именно он. Многократный чемпион мира. Самый титулованный спортсмен этой весовой категории. Заслуженный мастер спорта. У которого побед в боевом самбо, ну, там, не пересчитать. И Никита, к сожалению, начал проигрывать. Наступай, Никита, наступай. Минута осталась. Минута осталась. Первую атаку делай. Дёргай первый. ДАВИДА ВПЕРЕД иди вперед иди дави вперед вперед иди дави-дави-дави-дави-дави вперед-вперед до до конца встал дави время мало дави никита время 30 секунд сил дави-дави дави-дави-дави давай давай дави дави давай давай Дави! Делай! Делай! Да! Да! Вставай быстрей! 20 секунд, Никита! Дави опять! Иди, дави! Ну, кстати говоря, через голову он тоже может слетиться. Оп! Да! Есть! Есть! Отлично! На последней секунде вырвал. Чемпиона мира победил. Молодец, пошли. Другую. Туда. Это было бюлт. Да не-не-не, я понимаю. Я с сам собой боролся. Чемпиона мира выиграл. Вытащил победу, он выпущел. Оставались уже там секунды, секунды оставались, он выиграл 4 балла. Проигрывал бой и на последних секунд вырвал победу. А причем, это самый титулованный здесь соперник его чемпиона мира, чемпиона Европы неоднократно. То есть там вообще очень мощный бой. Но это, это, это всего лишь третья схватка. Еще надо много бороться. Я не в полуфинале даже. Это еще только начало, да? Да. А в его весовой категории 42 человека. Для того, чтобы стать чемпионом, нужно одержать победы в шести поединках. А это всего лишь третий бой был. Сейчас бой за выход в полуфинал, да? Артем Гаймаль. Да! Балл. Два. Никита, попробуй стартно работать. Первый тоже. Закидывай, да. Вот, закидывай, огрызайся. Вот. Сейчас пойдет ноги. Вот, до конца. Хорошо, два. Два балла. Накати, да, 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 да. Раз, дергай, да, раз, раз. До конца. Да! Хорошо, балл. Четвертое. Поединок. Он его выиграл. Это был за выход в полуфинал. Теперь за выход в финал следующий. Вот его соперники. Кто из них выиграет, будет с Никитой. Хорошо подсекает, кстати, этот синий. Прям, ну, чувствует вот этот. В общем, ты дай какой-то подарок. Бах, все, 4 балла упал. И что ты его просто не крутил? Да, вообще, блин, офигенный. Синий вообще нормально. Мы красные, да? Да. Что за гайдар его знаешь? Знаю, знаю. Крепкий, очень физически сильный. Здесь, ну, как вольник. Он ноги цепляет. Вот он вольник, значит, корпусная, нормальная. Выложись, бодрись. Делай, как пружину. Встыкай, встыкай ему. Бей, бей. Тэн, 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 тэн. Нажал, нажал. Вставай, вставай, вставай. Пробуй. Да, да, да. Давай, отсюда, попробуй. Давай. Давай. Бал. Давай дальше, дальше, борись. Блин, руками работай. Не надо вот это с разворотом. Оп, там. Да, да. Головой. Да. Соперник бросает Никиту сразу же на всю спину. На 4 балла. И накрывает на удержание. Если сопернику удастся удержать 20 секунд, то это победа с явным преимуществом. Уползай за камер! Уползай! Уползай! Надо рисковать. Теперь на него иди первый. Давай, на него иди. Край ковра, иди. Давай! Да, да! Башкой! Сейчас подсекать будет аккуратно. Никогда вообще. Хотелось, конечно, с золотой медалью сфоткаться. С его золотой медалью. Ну, так получилось. Но на самом деле, объективно, соперник, который был за выход в финал, он был технически лучше. Выглядел сейчас для боевого самбо. Он делал, в зависимости от Никиты, он дожимал все время, как-то выковыривал вот эти баллы, там, выцарапывал их, можно сказать, на воле вытаскивал. Даже не за счет техники, а за счет воли и духа, то тот был действительно спокойный, расслабленный, уверенный. Делал все четко. Он как бы ловил ошибки Никиты. Он не выковыривал вот эти чересчур баллы, а он просто техникой сделал. От боя к бою чемпионы Европы и мира были. То есть, это действительно, то есть, очень мощный турбин. То, что он предыдущий бой выиграл многократного чемпиона мира, на последних секундах, это вообще круто. Жаль очень, что я в шаге прямо остановился от либо мира, либо Европы, потому что я забыть, финал проиграл. Если бы попал в финал, то второе место едет на Европу, первое место на чемпионат мира едет. И там уже, как бы, при призовом месте или там при первом месте на Европе или на мире, можно же, если зарплату очень хорошую обеспечить на будущий год. Но еще не только этот момент. Мы забываем то, что самбо вошло как временный олимпийский вид спорта. И это значит, что на ближайшей олимпиаде самбо будет включен в программу. А значит, что шанс был попасть на олимпиаду, на олимпийские игры. Второй день чемпионата России по самбо и боевому самбо. Олег Дадонов сегодня выступает. И первый же бой ему предстоит с заслуженным мастером спорта, с чемпионом мира там, Европой. Ну, в общем, серьезным, очень титулованным самбистом. Прикольная тема. Так это посмотреть соперник там в куртке борется, или стою, боксирую. Типа противостоянием ворота и удардика. Типичное. Это вообще разминочный зал. И здесь ребята как раз перед своими спорками разминаются, а дальше идут уже в основной зал бороться. Олег Дадонов тоже не так давно в борцовском клубе, чуть больше года. Сейчас у него определенный простой в ММА. У него последнее поражение. Для большой лиги обязательно закрыть поражение. А для маленькой ему не найти соперника, потому что отказываются многие соперники от него. Он серьезного уровня боец. Но он не простаивает так же. Он выступает по джиу-джитсу. Не так давно выиграл крупный турнир по джиу-джитсу всероссийский. Все досрочные победы практически. Вошел в сборную Санкт-Петербурга по боевому самбо. По панкратиону так же он выиграл Санкт-Петербург. И сейчас предстоит сражаться на чемпионате России. Также попытаться попасть в сборную страны. Подвигайся, выгибайся. Дай. Вот, вот, вот так. Да, да, обостряй. Подальше. Первый кидай, первый кидай. Дергай, кидай. Да, да. Олег, рискуй первым номером. Рискуй 30 секунд, давай. О, пошел. Можешь. Давай, оп. Догоняй его. Догоняй на краю. Догоняй на краю. Хорошо. Бей отсюда, бей. Хорошо, отлично. Блин. Давай, давай. Встаем, 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 встаем. Олег. Последние попытки. Дергай. Спокойно. Хорошо. Просто дергай, просто дергай. Дергай. Обычно по последнему движению дают победу. Но качество, есть такой момент качества. Поскольку соперник сделал бросок, а Олег выиграл на предупреждении, то качество оценки считается выше у броска. И поэтому при прочих равных отдали победу его сопернику. Не, ну ты тактически стал правильно делать, но не с самого начала, честно говоря. Но под конец молодец. Не, молодец. Удушка, блин, все 100%. Да, видел, 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 видел. Видел. Самый первый бой с заслуженным мастером спорта. Заслуженный мастер спорта – это самая высшая ступень, как бы, в этом виде спорта. Это надо несколько раз чемпионом мира быть. Олег не проиграл 100%, да? Счет равный был, даже так. 1-1. Но не дали возможность закончить удушающим приемом, хотя уже было на грани сдачи тот соперник. Блин, даже срочно хотел прям... Был. Он же хрипел, кстати. Я чувствовал, он заорал уже, что все равно, что-то там, что-то там, заторван. Ну, блин, это правило, он поправил, наверное, по самбисту. По сути, ты его нормально контролировал в борьбе, учитывая, что он самбист, тут конкретный самбист, да, а Олег больше смешанник, да. Ну и тактически, как бы, после двух минут боя, тактически ты вообще правильно все дальше делал. Я слушаю, да, я ясно. Вот потом вообще все правильно. Вначале чуть-чуть, как бы, заставился все равно. Вот если бы ты так же, как бы, дальше, вот так же с самого начала, все, ты его все время накрывал, ты понимаешь? Он, почему, он уже от суеты начал прыгать тебе в ноги, ну, как бы, боялся ударки, да? Получается, ты бы забрал бы бой бы даже вот этой, ну, тактикой. Но ты чуть-чуть поздно включился, после балла этого. А так бы ты уже выигрывал бы. И более, ты бы его загрузил бы этими все время сверху. Ну, это была всего лишь разминка. И этих парней, как Никиту, так и Олега, в ближайшее время ждут поединки по ММА с очень серьезными соперниками на крупнейших турнирах. И мы вам это все покажем и расскажем. Следите за борцовским клубом. Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Борцовский клуб Нью. И не забудьте поставить колокольчик.